Ну а мы продолжаем программу «Здесь и сейчас» в прямом эфире телеканала «Луганск-24» и радиостанции «Вести плюс Луганск». Напомню, также смотреть и слушать нас можно в интернете на сайте gtrklnr.com. И можно также читать наши новости, смотреть видеоматериалы и получать массу полезной информации в телеграм-канале «Луганск-24». Подписывайтесь, присоединяйтесь. А мы сейчас поговорим об образовании. У нас в студии два кандидата технических наук, два доцента, представители Института транспорта и логистики Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Наталья Турушина и Максим Лучко. Наталья Владимировна, Максим Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, что из себя представляет Институт транспорта и логистики? Ну и, собственно, чем он должен заинтересовать потенциального абитуриента? Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Я хотел бы отметить, что Институт транспорта и логистики в нынешнем виде насчитывает более 40-летнюю историю, постоянно трансформировался в ногу со временем. На данный момент он представляет современные специальности, кафедры, ряд кафедр, транспортные технологии, автомобили, автомобильное хозяйство, железнодорожного транспорта, кафедра, метрология, двигатель внутреннего сграния и так далее. И перспективные включают специальности, такие как интеллектуальные транспортные системы, организация перевозок и управления на различных видах транспорта. Это отдельно и ЖД-транспорт, и автомобильный транспорт. Также включает таможенный контроль на транспорте, специализацию. И есть такие новые направления, как транспортный бизнес и логистика на транспорте, на ЖД-транспорте, магистральный транспорт. В последнее время все эти программы обучения согласованы с планами учебными Российской Федерации, с обновленными. Как я уже упомянул ранее, история и факультета, и большинство кафедр многолетняя. Изначально это был промышленный транспорт, еще если вспомнить, при организации Луганского машиностроительного института, это был флагманский факультет машиностроения, транспорта. Вот оттуда берутся истоки, история нашей кафедры и нашего факультета. В данном случае в настоящее время называется Институт транспорта и логистики, только в более современном виде. Это был раньше больше упор на промышленный транспорт, когда был Донбасс, был развитый промышленный регион. Все виды промышленного транспорта, в том числе и непрерывные, как конвейеры и так далее. В данном современном аспекте это те транспорты, те виды транспорта, которые преобладают сейчас. В основном это, конечно, автомобильный транспорт, автомобильные перевозки и железнодорожный транспорт. Но нужно отметить, что транспортные системы и специализация интеллектуальной транспортной системы включает все виды транспорта. Изучаются также и водные виды транспорта, и авиационные виды транспорта. Преимущества, конечно, отдаются все равно транспорту нашего региона, железнодорожный и автомобильный. Также для промышленности, которая сейчас опять-таки возрождается, восстанавливается, это непрерывные виды транспорта, как конвейерные. Новые технологии внедряются, применяются новые виды типа конвейеров. Ни для кого не секрет, что сейчас в последнее время транспорт в наш город начинает оживать, регион, республика начинает оживать, транспорт играет главенствующую роль, транспорт, можно так сказать, кровеносная система любой экономики, любой промышленности. И так как начинает оживать все это, восстанавливается, мы видим, каждый вид на улице, восстанавливается инфраструктура, дороги, восстанавливается освещение, мосты, путепроводы. Появляются новые виды транспорта, в том числе пассажирские перевозки, мы видим новые автобусы. И тут нужно отметить, что для всего этого, для успешного развития, нужны нашему региону специалисты, квалифицированные кадры, которые смогут как и эксплуатировать транспорт, ремонт, осуществлять видов транспорта, организацию движения, планирование движения, планирование маршрутов, ну и так далее. Состыковку видов транспорта, есть такое направление к взаимодействию видов транспорта железнодорожного, как более массовое, которое перевозит грузы более массовыми объемами. В данном случае, например, это строительные материалы, либо еще что-то, вывоз массово, например, тех товаров, которые у нас производятся, как уголь, может быть промышленные какие-то товары, группа. И потом в комбинации через складское хозяйство, развоз это более мелкими единицами, то есть это автомобильный транспорт подключается. В данном случае происходит взаимодействие видов транспорта и транспортной системы. Несколько слов хотелось бы для слушателей сказать, что такое транспортная система вообще. Транспортная система включает как сами виды транспорта различные, которые я уже упомянул, это автомобильный, наиболее развитый железнодорожный, воздушный, водный транспорт, новационные могут быть виды транспорта, которые сейчас в мире развиваются, беспилотный транспорт и так далее. Также в транспортную систему входит инфраструктура. Это дороги, сеть дорог для каждого транспорта своя. Это автодороги, это ЖД дороги, это вокзалы, станции и так далее, грузовые станции, грузовые дворы, терминалы различные, складские терминалы. Если воздушный, водный транспорт, это порты, аэропорты и так далее, то есть это вторая составляющая транспортной системы. Также наличие управляющих органов, то есть интеллектуальной системы, то есть, например, светофорное регулирование, еще другие виды регулирования и так далее, организация движения. В том числе у нас не упомянул, есть специальность безопасность дорожного движения, такое направление. Таким образом, вся эта сфера включает большое количество специалистов разнообразных, которые обслуживают этот транспорт, эксплуатируют, занимаются планированием работы, диспетчеризацией, логисты, в том числе ремонт подвижного состава, эксплуатация дорог, в том числе ремонт дорог, прокладывание, проектирование этих дорог. Тоже эти, кстати, все направления, все аспекты изучаются в ходе обучения на наших специальностях. Как я сказал, у нас широкий спектр специальностей, есть и к авто, и к ЖД транспорту, и в общем транспортные системы. Каждое направление имеет специфическое обучение. То есть, кто-то больше авто изучает, там гаражи, например, СТО, ремонт подвижного состава, изучают непосредственно сам подвижной состав устройства автомобилей, их эксплуатацию, их ремонт, как правильно спроектировать гараж для ремонта, подобрать персонал, какое количество норма часы и так далее. То же самое касается железнодорожного транспорта. Есть такая объединяющая специальность, это транспортные системы, которые рассматривают все виды транспорта, в том числе, как я уже упомянул, в их взаимодействии складскую инфраструктуру, где происходит перевалка товаров и так далее. Таможенные терминалы, пропускные пункты таможенные. Ну и, конечно, это пассажирские перевозки, городские перевозки, пассажирские, пригородные, междугородние. И так как наша республика имеет относительно небольшие размеры, то, естественно, очень большое взаимодействие международное, это международные перевозки, то есть, ну, автобусные, как правило, пока. Ну, в перспективе мы видим, что дан, дано толчок развитию железнодорожных перевозок, которые относительно просталь, пассажирские, имею в виду, сейчас новые маршруты открываются, пассажиропотоки наращиваются на новые территории. Ну, в дальнейшем, естественно, будет в Российскую Федерацию и ЖД-транспорт, и автомобильный транспорт сейчас существует. Поэтому это очень перспективное направление. И нужно отметить, что сейчас повышенный спрос на технические, вообще технические кадры, технический персонал, то есть, на специалистов технических направленностей, на транспорт, на и транспорт тоже очень востребованы. Как еще, опять-таки, ранее упомянул, вся промышленность, она построена на транспорте. То есть, внутри каждого предприятия есть и автомобили, если взять, допустим, Молчевский металлургический комбинат или другие там шахты, обогатительные фабрики. То есть, у нас Донбасс промышленный край, масса промышленных предприятий, которые тоже восстанавливаются, запускаются, развиваются, строятся для строительства дорог новые асфальтно-бетонные заводы, подъездные пути различные. То есть, это происходит перевалка всяких строительных материалов, прочих грузов и так далее. То есть, все это у нас изучается. Специалисты такие нужны. Если вы сказали, что это перспективное направление и обучение, и в дальнейшем работы, то тогда почему возникает вопрос о дополнительном наборе? Неужели технарей мало пришло? Правильно, вопрос актуальный. Нужно отметить, что второй год подряд, и особенно в этом году, за счет бюджетных средств увеличено количество бюджетных мест. Поэтому есть потребность в дополнительных кадрах, то есть промышленности, транспорт и техника, как я сказал, требуют дополнительные кадры. В конце прошлого года для наших выпускников предприятия, в частности Железная дорога, еще другие предприятия, присылали нам заявки с запросом того или иного специалиста дать им на предприятие с хорошей заработной платой, с условиями труда. То есть потребность возрастает, территория у нас восстанавливается, расширяется, и предприятия восстанавливаются. Поэтому потребность в специалистах будет, будет расти. И по государственным программам увеличивается количество бюджетных мест, поэтому даже есть возможность, даже сейчас мы затронули тему, что сейчас открывается дополнительный набор на специальности. Этот доп. набор, в частности, был с 31 августа объявлен, по 18 сентября он будет проходить, основной доп. набор. И для абитуриентов с освобожденных, но присоединенных территорий, это до декабря включительно будет производиться набор на любые специальности. Ну вот, в частности, я хочу отметить, транспортные системы, специальности интеллектуальные транспортные системы, у них добавлено достаточное количество бюджетных мест, то есть можно абитуриенту прийти и побороться за бюджетную форму обучения. Какие дисциплины, какие предметы нужно сдать для поступления, и какие являются базовыми при обучении? Ну, те, которые нужно сдать, вот Наталья Владимировна подскажет, она тесно сотрудничает с приемной компанией. Да, в этом году довелось поучаствовать в приемной компании. Сдаются у нас математика, русский язык. Изучать мы будем также и математику, и русский язык, и историю. Это первые и вторые курсы, будут как бы общеобразовательные дисциплины, и потом уже будут с третьего курса, даже со второго, может быть, курса уже специальные дисциплины, которые изучаются в нашем институте, конкретно на нашей кафедре, по перевозкам, если, ну, смотря куда поступают студенты, в основном по транспорту, да, все, по безопасности транспорта, по перевозке, по инфраструктура, допустим, региона, города, всего транспорта, транспортная инфраструктура, опять же, пассажирские грузовые перевозки, вот Максим Иванович у нас будет вести такие дисциплины, грузоведение, опять же, грузы, какие мы перевозим, да, рассматривать полностью грузы, как грузить, как перевозить, в основном все дисциплины по транспорту. В принципе, все дисциплины можно разделить на какие-то блоки, да, но в основном это специалист, конечно, должен обладать техническими знаниями, это дисциплины специальные, связанные как с устройством транспортных средств, как с устройством инфраструктуры, гаражей, там, путевое развитие, дорожное, там, хозяйство, вот, так и есть блоки, ну, языки изучают, естественно, менеджмент изучают, то есть, специалист, который поступает в интеллектуальные транспортные системы, например, специальность, это не сугубо инженерная специальность, где чисто расчеты, расчеты, чертежи, расчеты, а это такой, как бы, менеджмент на транспорте, управление транспортом, управление перевозками, управление транспортными пассажирскими потоками, поэтому изучается достаточно много дисциплин из блока менеджмент, управления, экономического блока, то есть, затраты, тарифы, как на транспорте правильно просчитать все это дело, бизнес-планирование, бизнес-проекты, проектный анализ, управление проектами в том числе. Также, ну, общая развивающая дисциплина – это социология, философия для развития… – Психология. – Да, психология, психология транспорта, есть у нас такая дисциплина. Так как у нас есть отдельная специальность таможенный контроль на транспорте, там большой блок дисциплин, связанный с различными сферами таможенной деятельности, то есть, таможенный контроль, изучение устройств таможенного контроля, документация таможенная, ну и так далее. – Приходить только после 11 класса средней школы? Или можно… – Нет, 11 класс средней школы, колледжи, это на первый курс. Опять же, с колледжа можно поступить, на третий курс ускоренно, то есть, учиться, получается, два года на бакалавриат. – Но, чтобы специальность была смежная. – Да. – То есть, с повара к вам не пойдешь. – Да, конечно, с повара не пойдешь. – Да, если на второй, третий курс, то по своему профилю продолжай. – Смежная, правильно отметили. – А, собственно, сколько лет обучения? – На бакалавриат 4 года, есть 5 лет у нас специалитет. – Производственная практика. Когда, где проходят студенты, что реально она дает? Потому что чаще всего, ну, я думаю, вы, как люди опытные, со мной согласитесь, чаще всего, когда, ну, даже в народный фольклор, такой есть, когда человек приходит на производство, ему говорят, забудь все, чему тебя учили, сейчас будешь с нуля узнавать все. – Не, ну, тем не менее, чему учили забудь, это как бы неправильно, немножко неправильно, потому что все равно, так или иначе, студенты выносят что-то из университета, правильно. слушают, не слушают, сидят лекции, все равно где-то в голове что-то откладывается. Какие-то учебники читают, конспекты пишут, что-то решают. Сейчас у нас студенты вот как раз берутся за учебу, и смотришь, дети приходят, прям хорошие дети и со знаниями, и способны, и наукой занимаются, и хотят заниматься, и пишут статьи, и магистры, и бакалавры вот сейчас прям взяли за учебу. – Ну вот когда, на каком курсе они начинают, собственно, знакомиться с практикой и могут, в общем-то, пощупать то, чем они будут заниматься, то, о чем им рассказывают в аудиториях, и где эту производственную практику они проходят? – Ну, тут нужно отметить, что последние годы, опять-таки, когда российские стандарты мы начали больше осваивать, более значительное значение придается практическим навыкам, поэтому практики начинаются со второго курса, там по три недели. Летняя практика есть, ну, она называется сначала учебная на втором курсе, потом технологическая, потом производственная, потом преддипломная, то есть у них за период обучения, обучение разбито на несколько уровней, да, есть бакалавриат 4 года, есть специалитет, он как бы идет параллельно 5-летний. После бакалавриата можно поступить в магистратуру 2 года обучения, там в магистратуре за 2 года обучения 3 практики и научно-исследовательская работа, то есть практика и педагогическая, и производственная практика. Практики в основном производственные, ну, кроме первой учебной, которая, она происходит в стенах университета, там, работа с литературой, библиотеки и так далее, то есть у нас есть, ну, в зависимости от направления обучения, есть геодезическая практика, ребята ходят с теделитами, с нивелирами, измеряют у нас на территории, даже выездная была практика на железной дороге, измеряют уровень поверхностей, то есть строят планы и так далее. Потом на третьем курсе это технологическая производственная практика, у нас заключены с рядом предприятий договора, даже некоторые предприятия являются как бы филиалом кафедры транспортных систем, транспортных технологий, вот, такие предприятия есть у нас, луганская железная дорога, с ними мы проходим практику, луганский автодор, то есть это дорожное хозяйство изучается, там, проектная соорганизация, дорпроект, потом есть крупные автотранспортные колонны, где грузовые перевозчики, пассажирские перевозчики, новые, там, частные перевозчики с автовокзалом, у нас был договор, тоже ребята приходили знакомиться, то есть разность, так как у нас разный спектр специальностей, и охватываются разные виды транспорта, разные, поэтому и базы практики у нас разные, и предприятия от университета, есть руководители практики, есть от предприятия, они ездят, где экскурсии, где они более глубоко изучают, где смотрят подвижной состав, где работают с документацией, составляют, может быть, какие-то планы, маршруты и так далее. — Коллектив. Кто эти люди, кроме вас двоих, которых видят сейчас и наши будущие абитуриенты, если у 11-классников уже закончились уроки к настоящему моменту, или они дистанционно учатся пока, или, может быть, смотрят их папы, мамы, дедушки, бабушки, которые зачастую определяют, куда поступать ребенку, вот им расскажите, кто будет учить тех, кто пойдет к вам в Институт транспорта и логистики. — Вопрос кадра. Вопрос кадра всегда актуальный. Нужно отметить, как я уже говорил, наша кафедра и институт большую историю имеют, поэтому у нас, кстати, очень многочисленная кафедра, порядка 30 сотрудников. Среди них есть и опытные старожилы, корифеи, скажем так, образования. У нас 4 доктора наук на кафедре, профессора, которые все традиции, фундаментальные дисциплины ведут, в том числе для магистров различные моделирования транспортных потоков, различные информационные технологии, телекоммуникационные технологии, системы, так как интеллектуальные транспортные системы, то есть много еще блоков дисциплин, которые связаны с информатикой, информационными системами, технологиями, управлением транспортными потоками и так далее. То есть у нас на кафедре есть как корифеи науки и образования профессора, так и молодой персонал, так и в том числе есть у нас молодые кандидаты наук, которые защитились недавно. У нас за последних полтора-два года произошло 4 защиты, 4 кандидата наук защитились, в том числе Наталья Владимировна не так давно защитила кандидата наук, степень ученую, еще трое наших сотрудников, поэтому даже молодые коллеги, они тоже имеют научный потенциал хороший, они ведут перспективные разработки, вот в частности Наталья Владимировна, у нее была перспективная разработка с конвейерами, я уже упоминал, это на воздушной подушке конвейер, то есть можно применять, это инновационные технологии развиваются, другие инновационные направления развиваются, и как уже было отмечено, студенты, ну магистры больше, то есть которые уже определяются в науку, они тоже совместно занимаются в лаборатории, занимаются какие-то там программы, может быть создают, много статей опубликовано, у нас проводятся регулярные научные конференции, студенческие, преподавательское состав, совместные с Российской Федерацией, с Донецкой Республикой, совместные конференции, публикации, журналы научные, то есть есть возможность у студента поступить, обучиться, и потом далее учиться даже в аспирантуре, и стать научным деятелем, двигать науку, то есть мы приглашаем всех, обращаясь я как к выпускникам школ, так и колледжи, и люди, кто-то постарше, производственникам, скажем так, кто хочет свой поднять уровень, есть возможность прийти, поучиться, тем более есть возможность побороться за бюджетные места, их достаточно выделили, нужно прийти в приемную комиссию, в первом корпусе она находится, в Машинституте, квартал молодежной 20А, либо на официальных сайтах посмотреть информацию, телефоны, контакты, мы вас приглашаем учиться, это востребовано, транспорт востребован всегда, транспорт это система кровеносной экономики, поэтому это перспективно. Спасибо большое, желаю вам успехов в работе, талантливых студентов, которыми и вы будете гордиться, и они будут гордиться тем, что учились у вас. Напомню, беседовали мы с кандидатами технических наук, доцентами, сотрудниками, представителями Института транспорта и технологии Далевского университета Натальей Турушиной и Максимом Лучко. Далее короткая пауза, информационный блог и программа Вести на телеканале Луганск-24, не переключайтесь.